и снова здравствуйте всем привет и так по прошлому ролику где я пробовал значит анимацию змеи вот набросал я значит такую анимацию по простенькому да вот индейец должен поймать значит кобру давайте посмотрим как какая есть кобра и какой у нее рик так файл open и так сделал я значит по берегам вот такую значит кобру и давайте потестим значит ее на анимации с индейцем да значит так файл линкуем сюда нашего индейца коллекция и значит коллекцию сюда закидываем так n-панель смотрим что у него тут с размером то так а змея какого размера у нас метр двадцать четыре 10 метров у него и и тогда мы змею с уменьшим так ctrl z сделаем ей с еще немножко с ну в принципе вот такой размер пускай будет большая да или нет давайте чуть уменьшим вот такая будет нормально так семерка на нампаде значит нашего персонажа р можно переносить куда угодно ставить в любое место вот это кайф именно линковки как и значит g чуть-чуть его подальше как смотрим с какого кадра пусть будет третьего да вот он тут смотрит смотрит нужно прописывать теперь под то индейца вот эту значит змею выбираем змею я наверное еще зайду выйдет мод и наверно больше ей поставлю вот эти вот значит подразделения так вот эту косточку тоже выберем и сделаем сабдивизию все как и тут такая же песня так на хвосту пускай поменьше будет как и вот эти сабдивизии смотрим мод заходим выбираем кобру кости control п white automatic виджет так почему такая штука потому что изменился размер да ну-ка они а ну да нам же кости нужно больше стало костей нужно перепровязать эту штуку а ну-ка так чуть-чуть и значит еще поменьше так нормально выбираем наш рик заходим значит это пост мод и смотрим что тут чего тут значит у нас это косточка настроена на 8 костей давайте побольше поставим это раз два три 4 5 6 7 8 9 10 а ну-ка 10 костей значит проверяем контрол z на 11 поставим так что у нас с этой с этой стороной раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 вот здесь поболя будет а ну-ка 12 костей да все нормально control z так теперь ставим вот в такую позицию чтоб видеть да и значит выбираем нашу косточку так g так это значит на первый кадр прописываем а и блок рот так надо поставить на скейл копию локация ротация и скейл так вот прописываем и так дальше смотрим на индейца чё он делает там значит змеюга вот отсюда надо тоже будет интересно смотреть поворот уже придется делать значит костями прописываем а и смотрим что получилось так раз есть это поднимается к верху да ну а что у нас по хвосту а хвост у нас уходит семерка на нампаде хвост уходит жи в эту сторону да а и прописка потом значит на тридцатом кадре на тридцатом кадре значит змеюга поворачивает сюда и значит развороты не в эту сторону тогда g вот так она смотрит на нашего персонажа а хвост так а ну ка еще побольше да загнем р р так а что у меня тут так вот эти кости надо их заблокировать чтобы они меньше вертелись под углами вот так вот и тогда значит нашего персонажа так g ставим в эту сторону и r перекручиваем нашу вот эту змею так и вот эти смотрите как работает вот эта штукенция значит это на сработает мы их значит можем скайл уменьшать это воротник вот так так и семерка на нампаде а ну ка джи хвост сюда переносим да так и вот так значит g чуть чуть еще можно завертеть его раз два тут конечно не гремучая змея но все таки да а какая то кто у меня тут повернуло так так а и прописка сможем что получилось так он уходит сюда значит змея должна уйти в эту сторону приподняться наверно так вот побольше уйти назад голова чуть чуть значит у нее побольше значит перекручена и так вот здесь уже так так вот так как-то да здесь мы уже выпускаем капюшон а а а а а а а а и прописка смотрим что получилось тут так тут она поднимается тогда нужно хвост так а куда с ее хвост теперь g вот так вот сейчас сделаем и а а а а а а а ну А ну-ка, семерка на нампаде, что ты не слушайся. А ну-ка. Наверное, сильно она вот это, да, перегибает палку. Так, а ну-ка, мы хвост расширим при повороте. Выберем хвост и сделаем вот эти движения более плавными. Выберем их и сделаем S. Растянем их, допустим, до 90 кадра. Так, здесь уже нормально, только тебе на M10. Так, что он там делает, Индей? Так, вот здесь можно еще хвост иметь, так, а ну-ка, G. Потом, если что, еще переписывается, а ну-ка. Тогда, раз она вот так вот мотыляется. Вот здесь есть, видите, управляшка, кость управляшки. Можно ее немножко вперед вот так подвинуть. Вот она теперь туда-сюда будет ерзать. Примитивненько, конечно, но, в принципе, можно и так делать, да. Так, теперь, значит, выбираем нашу вот эту змеюгу. Так, ненужные кости не выбираем. Делаем Alt, G, Alt, R. Так, еще вот эту сразу выберем Alt, G, Alt, R. И по новой тогда выбираем нашего персонажа. Так, это значит, G, поменьше и оборотики дадим. Так, и где уже тут? А ну-ка, G, Alt, G. Так, вот здесь вот Ctrl, Z, Ctrl, Z. Нужно, значит, ее еще выравнивать. Вот это надо по осям ее, как бы, отклонить. А ну-ка, R. Вот так, да. Под настроем потом ее. Так, а ну-ка. Вот, кости нужно отключить, чтобы они постоянно по одним осям крутились разного вида. Так, а это значит назад. Так, а так. Так. Так, что с хвостом у нас? Так, это значит у нас гражданка должна смотреть в эту сторону. раз. Теперь он уходит а, готовится. Она должна здесь готовиться к прыжку уже. Так, значит G. Жень. так, она выравнивается. И, значит, G. И, значит, G. Пригибается. Хвост у нее поднимается, наверное. Ну, я по ладке их не знаю. Ну, где-то так. А, а потом допишем уже, значит. И здесь вот, где у него прыжок должен быть. Так, вот, вот здесь, да? Опа. Надо исправить будет вот эту потом штуку. И, получается, у нас змея вот эта. Всю ее выбираем. Alt-G, Alt-R. Выбираем нашу кость управляшки, вот эту. Стройка на нампаде делаем G. Делаем R. Значит, изгибаем. Так, так, так. R, G. Изгибаем нашу вот эту штукенцию. И, значит, G. G. И переносим ее к нашему, значит, персоналу. Вот так вот. Раз, и R. Чтобы он ее взял в заблужку. Так, а ну-ка. R. Побольше, чтобы а то укусит еще его. Индуса нашего. Индейца. Так. И вот эти части делаем S. Так. Прикрываем ей, значит, пасть. Тут еще язык надо назад засунуть. А ну-ка. G. Так. G. G. И прописка. Так. Значит, он ее поймал, но с рукой надо поработать. На одном кадре там где-то, вот видите, перелом идет. Здесь надо поработать. Так. Где она тут кидается? Где он ее хватает? Так. Так. Траканука РД. так и кость управляшку надо еще кости позаменить и потом еще индейца под эту анимацию переписать так ну пойдет наверно а и здесь она готовится к прыжку и здесь у нее где-то вот здесь большой прыжок должен быть а так g альтер на нашу кость управляшек было видно так стройка на нампаде и значит здесь она уже так здесь она уже прыгает дай а 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 ну ка а вот эту джи сюда перетянуть и вот так вот сделать а а а а а а а так а ну-ка и подписка и смотрим что тут не так значит полет есть а ну-ка так это значит вниз чуть опускаем и поднимаем где-то так а ну-ка прописка когда здесь кадр наверное удалим прописываем по расстоянию так а здесь почему такая дня здесь то он я поймал значит здесь так shift тоже должна быть вот этот змея как а ну-ка раз вот это вот змея должна быть так вот тут а ну-ка так это g вот здесь вот и у нее тут должна быть такая знаете наверно как сказать инерция да вот это вот раз он и поймал и она такая хлоп там допустим так а ну-ка здесь вот нужно что-нибудь придумать и такая а ну-ка прописочка на группа это вот вот и Так, нужно теперь вот эту руку подшлифовать и немножко анимацию, потом по две анимации это можно переделать. Ну, в принципе, с таким ригом вот такие анимашки можно делать. Единственное, чтобы ползал, ну, тоже можно посидеть, придумать, чтобы это, как бы, ползла змея, да. Нужно систему эту всю посмотреть, как она, значит, работает. Вот здесь вот нужно, видите, подправить плечо. Ну, руку вот эту вывих, да. И, значит, рука сначала развернута, а потом она хватает. Это надо уже, значит, змее шлифовать вот эту вот анимацию. Заходите в этот файл.дн.д. И под змею точно так же залинковать и сделать шлифовку его анимации. Ну, и прописать, когда будет конечное, все кадры заполнить, чтобы мягкость была, все эти нюансы, да. Все, всем пока, до свидания. Вот такой эксперимент, значит, буду теперь риг змеи немножко, может, подкорректировать надо, чтобы в четыре стороны как-то она гнулась, а не в две. Потому что неудобно перегибать, да. Ну, еще что-нибудь придумаю. Так, змея будет в группе после того, как я ее доделаю. Все, всем пока.